Дорогие друзья, сегодня мы хотим поделиться с вами интересными и малоизвестными подробностями жизни семьи Димаша, а также пересказать эксклюзивную информацию от мамы Димаша Светланы Айтбаевой и от дочери композитора Нургисы Тлендиева Дин Сухры. В один апрельский день Светлана Айтбаева приехала в аул Шамбул Алматинской области, приблизительно в 60 километрах от города. Здесь она оказалась не одна, а с родственниками, друзьями и оркестрантами знаменитого казахского композитора Нургисы Тлендиева. Поводом стала 99-летняя годовщина со дня рождения этого известного дирижера, дамбриста и педагога. Нургисат Тлендиев был похоронен в соответствии со своей последней волей рядом с мавзолеем легендарного казахского поэта Аквина Жамбула Шабаева. На этих кадрах вы видите рядом со Светланой Ермековной Даву Тлендиева, Даригу, дочь Тинзухру и внучку Даяну, возлагающих цветы к памятнику Жабаева и Тлендиева. В тот же день вечером в Казахской государственной филармонии прошел концерт, посвященный творческому наследию Нургисы Тлендиева. Главным дирижером созданного им Академического оркестра национальных инструментов Атераж Сазы с 2009 года является младшая дочь Тлендиева Динзухра Тинара. Интересный факт биографии этой самой молодой женщины-дирижера в Казахстане. Она получила свое необычное имя в честь двух близких друзей ее родителей – Дин Мухаммеда Ахметовича Кунаева и его жены Сухры. Как нам рассказала Светлана Адбаева, на концерте предполагалось и ее участие. Она должна была спеть одну из ранних песен Тлендиева на слова Мандагалиева, которая еще ни разу не исполнялась на публике – «Махаббат Мэны». Как нам сообщила Динара Тлендиева, оркестровка этой песни была сделана специально для Светланы. Но случилось непредвиденное. Промозглая апрельская погода усугубила простуду, и Светлана заболела. Но не прийти на концерт, где ее ждала публика, не извиниться за то, что не получается спеть, Светлана не могла. К счастью, как раз в эти дни на праздник науры с Алматы приехал Димаш. У него там были намечены помимо отдыха различные съемки и записи. И оказалось, что Димаш уже 10 лет не бывал на концертах в качестве зрителя. Да и сама Светлана Ермековна тоже много лет не сидела по ту сторону сцены. И вот у мамы и сына появилась, по словам Светланы, шикарная возможность побывать среди зрителей, насладиться замечательным концертом. Посмотрите, с каким удовольствием Димаш слушает музыку, сидя в своем зрительском кресле между двумя прекрасными дамами – Светланой Айтбаевой и Даригой Тлендиевой. В перерыве Димаш любезно оставил автограф для внучки Тлендиева – Даяны, которая, со слову мамы и Динары, является его преданной слушательницей. Обратите внимание на милую деталь, как Димаш, чтобы было поудобнее подписывать открытку, подложил себе сумочку Дариги. Когда публика увидела Димаша в зале, она, конечно же, разразилась аплодисментами. Друзья, вы заметили, каким жестом Димаш позвал за собой маму на сцену? Вместе со Светланой Ермековной Димаш поднялся к оркестру, вручил букет руу с Динаре и после небольшой речи исполнил экспромтом знаменитый кюй Айлкиса. Динара рассказала, что ей было очень приятно, что Димаш посетил этот концерт. Его желание исполнить кюй Айлкиса с оркестром оказался неожиданным и завораживающим сюрпризом. Она, как и весь оркестр, получила большой заряд от совместного выступления с Димашем. Друзья, если вам интересно узнать об этом произведении подробнее и послушать рассказ Светланы о значении Айлкиса в казахском фольклоре, то предлагаем посмотреть наше предыдущее видео, ссылку на которое вы найдете в описании под этим роликом. Кстати, интересный факт напомнила она и Динара. Пару лет тому назад Светлана Айтбаева уже выступала на концерте, посвященном дню рождения Нургисит Линдиева с песней «Журе Гимм Менин». А на днях 9 апреля все же состоится премьера «Упомянутые песни» в исполнении Светланы Айтбаевой на концерте в Астане. И в заключение нам было интересно узнать от Динары, что она, в свою очередь, тоже уже побывала с зрителем на концерте, где выступал Димаш. Случилось это совсем недавно, на праздновании на Урыс в Алма-Ате. По словам Динары, это был лучший номер концерта. Неудивительно, что она хочет побывать и на предстоящем юбилейном концерте Димаша в Стамбуле 24 мая. Ну что же, друзья, надеемся, что мы все там скоро встретимся. В следующем ролике мы готовим для вас речь с Димашей Светланой Айтбаевой в полной версии с переводом на русский язык. Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал и делитесь ссылками с вашими друзьями. Всего хорошего и до следующих встреч под новым видео!